Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Откровение. Вторая глава, с первого по четвертый стих. Ангелу Эфесской церкви напиши. Так говори, держащий семь звезд десницу своей, и ходящий посреди семи золотых светильников. Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить разрадных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился, и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Ангелом называется руководитель. Человек, живющий ангелом, считается это епископ. Такое толкование дается. Семь церквей, которым послание, это в совокупности все верующие всего мира. Сейчас мы по одному стиху будем читать. Начинается с похвалы. Я буду останавливать и говорить, что это означает. Ангелу Эфесской церкви напиши. Так говори, держащий семь звезд десницу своей, ходящий посреди семи золотых светильников. Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить разрадных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Эти похвала от самого Господа Бога. Начинается, как радостно было это слышать. Послание, писали тогда не книги, а свиток было разворачивать. От Бога послание. Мы-то сейчас среди посредников-то написал, такой-то, и ангел, таус, апостол Павел. Да прямо сам Господь ему говорил. Я понимаю этого человека, который трудился, боролся с сектантами, с еретиками. Какая похвала. Я думаю, он обязательно посмотрел на лица прихожан своих. Все-таки мы отстояли вас. Сколько всякого зла в мире. А вот вы собрали здесь. Малое стадо, не бойся, Господь говорит. Один, исполняющий заповеди, дороже, чем 10 тысяч нарушающих. Понятно. И дальше. Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился, и не изнемогал. Изнемогал. Может быть, сажали, арестовывали человека за Слово Божие. Ну, это уже исповедник, остался живой. И люди, которые ему, там, по епископу-то подчиняются, и понимают, все-таки, какого Господь дал руководителю. И сегодня-то ничего этого нету. Как? Ну, обыкновенный чиновник от церкви. Он ничего не знает. Вот когда патриархой избирали, условия какое поставили? Чтобы было высшее образование. Это их пруд пруде с высшим образованием. Дальше. Чтобы работы по бумажному делу показали. Знакомый он был. Не меньше, там, 15 лет. Их тоже полно таких. А апостолы, хоть один прошел бы этот конкурс на патриарх. Я один, ни у кого этого образования нет. Никто с чиновничьей работой не занимались. А первые избирали, говорит, изведанных в Духе Святом. И в делах любви. И далее. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Хорошо толковать, когда это растолковано. Но когда только один раз в Библии говорится о первой любви, нигде больше нет. И проповедей нет. Как он имеет против меня Господь? Если он имеет против, все впереди пропадает. В одном виновный делается виновен во всем. Мы знаем уголовный кодекс. Человек не убийца, а допустим, вор. Посадят. Развратитель там. Но все остальное ладно. Он хороший отец. Щекотило был. Как он любил своих. Кончилось расстрелом. Что этот человек думал, стоял. А это нам пример. Вы знаете, Иоанн говорит. И ученика Христа Иоанна называет ученик любви. Ибо более всего Господь любил его. Ибо имя Иоанна было ученик Христов и любовь. Он все время говорит о любви. Ивангелие от Иоанна переполнено этими словами. Любовь. Три его послания, откровения, все говорит об этом. И он говорит, Бог есть любовь. Это Яков пишет. Бог есть любовь. А куда мы денем потоп? Восемь человек всего в корабле, в ковчеге. И вся земля была уничтожена. Это тоже самый Бог сделал. Ему имя другое не было. Мы бывает так. Любим, говорит, от среды до четверга. Уже пять, если нас не узнаешь. Да он виноват там, сосед там. Ну что-то сделал. Кто-то им. Он меня натолкнул на то, чтобы я из себя вышел. У Бога этого нет. У Бога нет вчера. У Бога все сегодня. Он вневременный. Ему имя, любовь. Какие бы не были войны. Какие бы не были голодоморы устроены. Какие бы не были моры. Эпидемии, пандемии. Это все в его власти. Господь только скажет, и все исчезнет. Ни одного вируса не будет на земле. Бог делает, имея против тебя, что ты оставил первой твоей любовью. Нам бы хотелось, конечно, побольше узнать о любви. Вы хотите же узнать? Хотите угодить Господу? И Господь говорит, если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. Сразу и как с любовью. А то в одном, считаем, в житии приставал какой-то нищий. Человек вез там хлеб, напек. Он кричит, есть хочу. Да отстаньте от Меня. Взять от калаща и бросил в него. И когда умер, так от калаща его вытащил из ада. Вот такие басни сочиняют. То есть он лишь бы отстал от него, бросил калаща. А ты свое, как вдова, положи последнее, накорми нуждающегося. Мы сейчас прочитаем несколько мест священного писания, которые нам разъяснят, как любить надо. 1 Фессонарийцам 4.9 Послание апостола Павла в Честоводиху. Он и не называется Солунь город. Четвертая глава, 9 стих. О братолюбии же нет нужды писать вам, ибо вы сами научени Богом любить друг друга. А зачем писать, когда и так знаем, что они любят друг друга? Вот в нашей жизни здесь, в общине, были такие моменты, которые все время на память приходят. Вы помните, как однажды приехал нам директор библейского сибирского общества, и с ним приехали какие-то американские гости. Сколько вы восторженных слов слышали. С какой радостью они смотрели и каждого любили. И он говорит, мы всего-то недавно с ним познакомились, а у него до Дальнего Востока, все подчиняются, как бы сказать, кого они оснабжают. И говорит, вы у нас, на нас, вы еще на первое место по жертвенности. Более всех жертвовать. А кого-то старушки, кого взять-то? Господь через его уста, этого Алексея, многое нам сказал. Мы должны помнить тех, которых ничего нет. Вот хлеба нет, а без хлеба какая жизнь? А пища духовная, это слово Божие. Они чем занимались? Переводом на аэродский язык в Библии. Это надо знать еврейский язык, греческий. И они сейчас учатся в Санкт-Петербурге, постигают, насколько они будут знать, потому что я не могу знать. Я знаю это очень и очень трудно. Я языками занимался разными, не знаю, это по крошке надо собирать. И вот здесь проявляется любовь. Об этом говорит поспорство Павла с Фессалоникийцем. И второе с Фессалоникийцем 1.3, рядом здесь же. Во втором послании он об этом говорит. Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг к другу между всеми вами. Друг к другу. И Павел заметил, это пишет послание. И 2000 лет это считается. А я в этом городе Салунии был. Ну и не увидел той любви. Совсем даже. Греки собрались и меня спрашивали в Афинах. Ну вот много проехали по Европе. Где такие вот наши самые-самые? Я говорю, я не могу судить сам. Я могу показать самые плохие где. А где вы? Вот настолько все у вас обмерщенное. Пришли на эту встречу, полуголые, одетые. Что вы делаете? И мы там не знали с кем где остановиться. В город, который два послания получил. А веры не нашли совсем. И греки подтвердили. Да так. Вот и беда-то какая. Откуда мы получили веру и как все расстроено. Ну и даже священник курит, нужды никакой нет. Во двор. Подходит, благословен. Поперос в другую руку положил. Благословил опять. И батюшка ездил, это все видел. В окно смотрит. Там какие-то чужие люди пришли. Да нет, это епископ со своей пастой. Стоит и курит. Это наш отец таким увидел где-то. Я видел это. Так это маленькое дело. А ведь Господь-то смотрит за нами и днем, и ночью. Послание к евреям, 6 глава, 10 стих. Апостол Павел снова касается этой темы. Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, которую вы оказали во имя Его, послужив и служа святым. Труд любви. Но мы должны помнить, любовь любовью. Мать любит свое дитя. Правитель, может быть, любит подчиненных. Они его, если он хороший. Но здесь речь идет о верующих и о первой любви. И это сравнивается только... Вся церковь, это невеста Христова. Вот спрашивается, какие заповеди додал Бог мужу и жене? Какие самые трудные? Конечно, к мужу. Какая она ненависть? Он просил, ладно, все. Ну, просто невозможно, как она огрызается при людях. Что она говорит, что услышит, разносит. Ну, я прощаю. Нет, люби. А ей только слушайте. Жена допоминуется мужу. Ей о любви не говорится любить мужа. Значит, кому труднее. Здесь уже все прощено, ничего нет. Подходит муж, говорит, все у нас наладилось. Но любви никак не могу вернуться к прежнему. А здесь говорит о том, как она любит церковь. Церковь – это невеста. Как она ждет жениха. Как первая встреча. И внуки его нету. Какие мысли ей приходят. Не тогда, когда уже ты стала матерью. Именно, когда они еще не знали друг друга. И вот эта первая любовь, такая трепетная, такая, кажется, слабая, ненадежная. Она берется за основу. Если человек это не испытал, ну, бабушка меня водила в храм, я привык, хожу. Вот как раз не было первой любви. Вот если ты не испытал это, тебе будет очень трудно разъяснить, как. Вот мне, если это было дано в 62-м году, я это не могу объяснить. Но я знаю, что это такое. Я только попросил одно. Ни богатства, ни просил смерти врагов, ни долгой жизни. Тогда Господь говорит, все тебе дам за то, что ты просил мудрости. Я просил Слово Божие, мудрости. И вдруг мне дали. Я знал, работаем, такой работик, надо быть мужественным на кораблек. Вот у меня нет слез. Я считаю, Павел со слезами учил день и ночь. Я учу, а у меня слез нет. И вот Господь знал, как я люблю Слово Божие. И сказали эту Библию, которую другим подготовили. С таким трудом я тогда был доставать, 62-й год, в советское время. И решили мне подарить. Я не могу слово ответное сказать. Я в коридорчик вышел и весь вечер плакал. Вот Господь нашел, где. Я любил Слово Божие. Я приеду, другим покажу, поеду в семинарию, я расскажу. И вот это слово, не буквы для меня, а зазвучали, как арфа с неба. Так говорит Господь. Слушайте небеса и внимает земля. Ибо Господь говорит. Вот как нужно считать. Небеса слушайте. Мы знаем, когда из жерла вулкана лава течет, все погибает. Вот показали совсем недавно, древний вулкан пробился. Ну и называется боль земли. Такое все. И вот как эта лава идет, и люди сдалека смотрят, как жилища загорается, еще нельзя сделать. Это во власти Бога. И все это по любви. Содом и Гоморру Бог сжег по любви. Нам непонятно. Азатова говорит, самая легкая смерть, знаете какая? Утонуть. Поперкнулся, пошел к одному. Самая трудная от голода. Она длительная. Человек мучается не на кресте, а от голода. Страшна не война, а страшен плен. Это я беру то, что говорят все святые отцы. Поэтому нам нужно вести себя тихо-тихо, осмотреть, кто вокруг нас. Как у тебя в доме. Вот здесь видели в коридоре глава администрации города, он приехал, мы тут четыре снимка. Я говорю о Владимире. Он у меня на молитве все время, он внезапно погиб. У него была прямо любовь какая-то. Он где меня не увидит в городе, там из машины рукой машет. И прям за одиннадцать дней, кажется, до смерти я зашел в городскую администрацию, а он с каким-то идет из города Томска. Тот, ты знаешь, кто это меня называет? А тот еще знает. Ну приехал только в город, он даже забыл как будто. И начинает говорить, что я делаю. Это с такой любовью. Это Господь делает. Когда ты отдаешь для Господа сердце, это распространяется на детей. В детях поселите послушание и любовь, чтобы они полюбили Господа, чтобы они боялись лишнего шага сделать в миру. Мир поглотит их. У мира много-много приманок. А у Господа вся его любовь выражается в жертве, и он умер за нас. Вы постоянно говорите, какую цену заплатил, мы себе не принадлежим. Он умер за нас, он выкупил нас из плена. Вот пленники были, такой епископ, звали его Павлин. Есть птица Павлина, мужчина есть карп, и рыба есть карп. У нас тоже есть лев бегает, и лев мужское имя есть такое. Так вот здесь говорится. Дова пристала и говорит. Сына моего взяли в плен. Он у меня один был. И теперь я узнал, где он есть. Съездил туда, по-сегодняшему сказать, может быть, в Афганистан, в Чечню. И они сказали, вот такие деньги, денег нет. Сколько? Столько. Он сразу пойдем искать деньги. Вылил на базар и смотрит, травов продают. И он встал в ряд. Мужчина один идет. Видно, знатный. А ты еще стоишь здесь. Продаю себя. А что ты умеешь делать? Он епископ. Он говорит. Я садовник. Садовник, я как раз ищу садовника. И он его купил. Он тут же деньги отдал вдове. Она поехала, выкупила сына. А он у него работает. И он за ним смотрит. Нет, это не простой человек. Он все время наблюдал, как у него виноград засвел. Как все он выправил. Подошел, скажи, кто ты? Он говорит, епископ Христов. Да как же ты так решился? Я тебя отпускаю. А я не выйду без тебя. Теперь я тебя покупать хочу. Чтобы ты познал Христа. И так все случилось по молитве. Есть какие-то непонятные, великие люди. Это просто. Вот я, возьми меня. Господь нас зовет, чтобы мы от всего, что мешает, вовремя отвернулись. 96-й Псалом, 10-й стих. В одном стихе ненависть и любовь. Любящий Господа, ненавидьте зло. Любишь Господа, ненавидьте зло. А что такое зло? Все, что уходит от Бога. Ну, говорят, а что такое тьма? Свет, вот, пожалуйста, и горит свет. А тьма, что такое? Это отсутствие света. Самое точное определение. Нет света, и тьма наступила. У тьмы нет определения никакого. И у греха никакого. Только уйти от Бога. Вот часто разговаривает человек, а я атеист, а то другое. Говорит, и ты что, считаешь заслуга? А почему ты не веришь в Бога? Грех победил. Человек, который живет по заповедям Божьим, он думает о будущем. Быть в раю или в аду. Это зависит от сегодняшнего дня. А Господь говорит, я обещаю вам царство. Мы считаем Иеремия, вторая глава, со второго по пятый стих. В древности много об этом говорили. Иеремия есть 33. Три просчитаем. Это говорит номер телефона Божьего, по которому звонить надо. Иди и возгласи в уши черри Иерусалима. Так говорит Господь. Я вспоминаю о дружестве юности твоей, о любви твоей, когда ты была невестой. Когда последовала за мной в пустыню, в землю незасеянную. Израиль был святынью Господа, начатком плодов его. Все поедавшие его были осуждаемы. Бедствие постигало их, говорит Господь. Выслушайте слово Господне. Дом Яковлев и все роды дома Израилева. Так говорит Господь. Какую неправду нашли во мне отцы ваши, что удалились от меня, и пошли за суетой и осуетились. На земле сегодня данные другие, у меня уже устаревшие, знают 2896 наций на речи. Но Бог избрал только один народ. Избрал, приблизил к себе. Вот это подробно. В третьей книге Езра говорится. Птиц много, много-много разных. А Бог избрал только голубицу. Животных много, красивые, сильные. Бог избрал овцу, самые глупые. И голубь. Народ мой глуп, как голубь, Господь говорит. А то мы это и есть такие. Или голубь, или овца. Гор много, но Бог избрал Сион. И городок много, но избрал Иерусалим. Народа много, но избрал только семя Авраамова. 12-3 бытие говорит об этом. Поэтому, если хочешь быть благословенным, благословляй этот народ. Вот. Каждый день вот мы молимся, собираемся семь раз в день по интернету. И молимся о государствах, о правителях мира. Чтобы Господь дал им духовное рождение. И мы в первую очередь просим мира Израилю. Потому что, 1-20, считаем мы 13, Евангелие, там он прямо говорит. Пришел к своим, и свои не приняли. А принявшим его, дал власть быть чадами Божьими. Только прими, я тебе делаю сыном Божьим. Сыном? Блаженство прямо говорится. Блаженна миротворство, ибо нарекутся сынам его миротворство. То есть ты с любовью подойди. Сумей примирить. Матфея 24, 12. Самая строгая глава в Евангелии. Хотел бы любить он. Рад бы в рай дать грехи. И не пускают. А почему? Один ответ дается. 24, 12. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Я не верю в Бога, говорит чад. Причина одна. Грех погубил тебя. Грех задавил. Больше ничего нет. Делающий добро. 3, 36 евангелия Тяна говорит. Идет к свету. Делающий злой ненавидит свет. И не идет к свету, дабы не обречились дела его. И поэтому человек неверующий, он сам говорит. Я грешник. Я преступник. Меня не посадили, но я грешник. Я преступник. Есть сведения такие, что неверующих людей на земле 8%. Всего на земле, сегодня данное. Это 7 миллиардов 875 миллионов примерно. Христиан на земле 2 миллиарда 453 миллиона. Мусульман почти 2 миллиарда. Ну не забывайте, Индия, то другое. Но на тех, которые безбожники, там агностики, называется неверующие, 8%. Но на них падает 99,9 и 9 десятых преступлений всего мира. А почему? Сдержанной вузы нет. Я много судился и пришел к выводу. Судьею, прокурором может быть только верующий человек. Независимо. Католик, православный, мусульманин, буддист. Тот, кто ожидает, что за все на том свете ему будет награда или зло. Если он неверующий... Здесь есть такой юридический факультет. И уже за студентом третьего курса так задали вопросы. Такая должность там, сколько получает. Где-то 80 с лишним процентов сказали, готовы взять взятку. Это сегодня здесь у нас на Алтае провели опрос. И они, ну их не посадят за это, конечно, но они дали понять. Вот такое дело. Верующий, даже под нажимом большим, он не пойдет на это. Потому что перед Богом это все. Филиппистам 3.13.16 3.13.16 Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божия во Христе Иисусе. И так, кто из нас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. Впрочем, до чего мы достигли, то мы должны мыслить. И по тому правилу жить. Узнали? Открылось. Заметьте, как у нас идет испать, отдельно помещение. Мы понимаем. Батюшка это один из нас. А везде жалуются. С освященником поговорить нельзя, не говоря про епископа. А нам Бог дал, какого епископа 13 лет был. И какой сейчас митрополит. Ну, кто видел, как на прощенном мы ходили. Сколько у него любви было в том жести, когда я проходил, когда он сразу только вскинулся и с крестом обнимает и расспрашивает. Это Бог ответил нам на молитву. Первая коринфянам 13 глава. Это главная песня о любви. Она небольшая, мы ее прослушаем для памяти. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, имею всякое высоко, всякое опознание и всю веру, так что могу и горе переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, то нет мне в том никакой пользы. Любовь долго терпит, милосердствует. Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки мокнут, и знание упразднится. Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. А как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим, как бы сквозь туклое стекло гадательно, тогда же лицем к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. А теперь прибывают сие три. Вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Что такое любовь, и как она проявляется? Был такой архимандрит, спередом, кисляков, он работал среди бурят. И вот он говорит, поехал в Иерусалим, и с ним один уверовавший еврею. Он говорил, и он евреев уверовал. Я, говорит, никогда не видел больше такой любви. Я тоже говорю о Христе, но такой любви. Не знаю, он говорит, когда слезли уже в Израиль прибыль, он перво виден, тут у нас не знаешь, кто он идет, русский там, татарин, а он знаешь, там евреи, он кидается ему навстречу, здорово, брат, обнимает, целует, тот тоже, да ты кто? Да я оттуда, с России приехал. Я тоже еврей. Обнялись, поцеловались, он, знаешь, что Христос, это самый настоящий Мессия, тот от него шарахнул, сошла, да он обманщик был. Нет, он умер за нас. Он ждет нас, тот, тьфу, поцеловал тебя. Он следующего опять к нему. Ему, что плюнули, это ничего не значит. Опять идет брат еврея, родной по крови. Он говорит не просто об евреи, каком-то пришел, а именно спаситель, который нам обещан, нашему Бога избранному народу. Он пришел. Вот есть этот фильм, искупление, он небольшой. Там именно еврейская Пасха, и там один был, Равин Иуда, и родственники неверующие, и как они по одному начинают обращаться, и отец приходит. Советую всем посмотреть. Специально, дублированное хорошо, искупление. Иоанна 3,16 Знаем наизусть, а мы прочитаем. Это называется Библия в миниатюре. Библия вся. Это солнце всей Библии. Проявление Божьей любви. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Значит, и на меньшее Господь не согласен. Ты можешь любить на 99,9-х. И может это нечто быть. Для Бога. Все. И никогда не надо торговаться. Надо поступать благоразумно, молиться. И даже бывает событие совершенно нечаянное. Бывает нашествие какое-то, и тебя в один день выбросили из дома, а то и всех постреляли. Благодари Бога. Последнее, что просили святые, когда они стояли уже на коленях, меч над ними сверкал, просили, дайте одну минуту хотя бы. И начали нам молиться о гонителях. Гонителях. А ведь есть такие, которые по 30 больше лет пробыли в вузах. Что они там испытали? Вот наш детский лагерь потеряю, он назывался в честь священномущеника Климента Анкирского. Он был казнен в 312 году. За год. До того, как государственная религия станет христианство. И он претерпел то, что ни один человек не терпел. Он не просто сидел в тюрьме, а его мучили. Его насаживали, через него мещи проходили насквозь. У него тело, заново, все было, которое отрезали, там, что делали, его там ломали. Считаешь, ну невероятно, не может быть, но Бог может это сделать. И перед самым концом Бог дал ему свободу, может быть, на один день. И он открыто служил в литургии, освобожденный. И вдруг врывается воин и рубит. И голова падает на престол. Едва-едва на кожице задерживается. И мы назвали наш лагерь в честь. Во чем он вам понравился? Когда он был еще в люльке, отец умер. Когда ему было около 12 лет, мать умирала. И она давала только один наказ ему, сыночек, как я тебя сохранила. Ну я прошу тебя, будь мучеником за Христа, чтобы меня поминали, как мать мученика Христова. И она целый день ему наказывала, и в жизни все это описано. Возьмет его за руку, посмотрит. Климушка дорогой, я тебя прошу, будь мучеником за Христа. Выше этой награды для меня ты никогда не придумаешь. Он сильно любил. И мать, когда умерла, передала его богатой подруге Софье. А в это время голод был. Детей выбрасывали на перекрестках дорог, кто подберет, не подберет, умрет. И он ходил, детей собирал, кормил, учил, приводил к святому крещению. И вот наш лагерь как раз на этом был настроен. Да какой бедный, ничего нет. И мы детей приводили ко Христу. Сейчас приходится только слышать отголоски, которые люди приняли это. Евангелие от Яна 15. Много прочитаем. 23 стиха с 1 по 23. Это тоже о любви. Конкретизируя, там говорится вообще о любви. А здесь как будто мы сегодня идем. Что сделать нужно здесь? Что нужно сделать? И как проявить любовь? Я есмь истинная виноградная лоза, а отец мой виноградарь. Всякую у меня ветви, не приносяющую плода, он отсекает, и всякую приносяющую плод очищает, чтобы боли принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы. Если не будете во мне, я есмь лоза, вы ветви, то прибывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не прибудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет, а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если прибудете во мне, и слова мои вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода, и будете моими учениками. Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас. Прибудьте в любви моей, если заповеди мои соблюдете, прибудете в любви моей, как и я соблюл в заповеди Отца моего, и пребываю в его любви. Сие сказал я вам, да радость моя в вас прибудет, и радость ваша будет совершенна. Сие заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что услышал от Отца моего. Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросить от Отца во имя мое. Он дал вам. Все я заповедую вам, да любите друг друга. Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое, а как вы не от мира, то я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое я сказал вам. Раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваши. Но все то сделают вам за имя мое, потому что не знают пославшего меня. Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеют извинений во грехе своем. Ненавидящий меня, ненавидит и Отца моего. По какой стих? Мирское выражение такое, враг не сдается, его уничтожают, приписывают горькому. Ну это так и есть. В Библии говорится о том, что враг голоден, накорми его, жаждет напой его. Еще непонятно. Дальше говорит совершенно невыполнимое. Возлюбите врагов ваших. Господи, как же любить? Апостол Павел говорит, он, Господь, возлюбил нас тогда, когда мы были грешниками. Не такие, как мы сейчас, но все-таки от многого отстали. Потому что рожденный от Бога не грешит. Эту фразу повторяйте. Сатана подходит иногда и начинает смущение. А вот я не споведовался, бывает где-то во время исповеди, забыл что-то сказать, смущенят. А может я Духа Святого похудел и умирает в страшных мучениях эти люди. Это неверие в Бога. Он сказал, я грехи ваши взял и бросил себе за хребет. Как в океане бросить одно из круто, грехи всего мира перед Богом. Он призвал нас. Он умер за нас. Искупил. Друзьями назвал. Немало не сомневайся. Кто бы это ни был, ты только благодари Бога. Господи Боже мой. Кто я? И где бы я был сегодня, как бы не избрание. Он избрал нас. Благословил. Одарил Духом Святым. Чтобы то, с чем мы боролись, сделалось близким, близким. Мы просили любви. И далее он говорит, рожденный от Бога не может грешить. Даже грех его прицарится. Вот чужое лежит где-то. Он даже руки не протянет. Перескочит через это золото, через эти кубометры валюты он не возьмет. Для Бога. Господи, дай нам Твоей вечной, божественной любви, которая будет за нас ходатайствовать на суде Божьем. Аминь. Аминь. Аминь.